Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Немножечко задержались, читали вопросики ваши. Ну давайте начнем с самых первых вопросов. Дарья задавал вопрос интересный. Это мы в конце каждого урока обычно говорим, ребята, какой пункт прочитать. А этот восьмой пункт, по-моему, мы уже читали раза три или четыре. Вот. Да, и вот у нас такой вопрос. Какая группа указывает обязательное направление? Это пункт 8.4, под пункт Г, где четко сказаны знаки, предписывающие знаки, показывают обязательное направление движения или разрешают некоторым участникам движения по проезжей части или отдельным ее частям, а также вводят или отменяют определенные ограничения, некоторые ограничения. То есть это все есть даже в книжечке. То есть это, в принципе, можно было домашнее задание прочитать и это все было бы ясно. Имеет ли преимущество движение велосипедист, если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне переглёстка? Вне переглёстка не имеет. Он должен выехать на дорогу и обязательно пропускать, как обычно, любовь к другим водителям. Ясно, да? Хорошо. Тут у нас еще Владислав пишет. Значит, ребята, единственное, когда можно не прилаштуватися, а занять ранее занимаемую полосу, это когда колонна идет разбитая на группы, мы обгоняя одну группу, мы должны вернуться на ранее занимаемую полосу, то есть вернуться в состав колонны, вот, для того, чтобы пропустить транспортное средство и начать обгон следующей группы. Но постоянно двигаться в колонне, правила дорожного движения запрещают. Не понял я. Вот. Почему знак поворота направо в желтую рамочку три часа? Вот. Ничего не правильно. Это, я думаю, что вопросик о том, что... У вас слышно, но плохо. Можно чуть получше звук сделать. Здравствуйте. Суперфон. Это связь такая. Я понял, что это вопросы из тестов. Только вот, вопрос, почему знак поворот направо в желтую рамочку три часа? Там картинки словами сложно описать. Ну, Владислав, может быть, проще было бы скопировать этот вопрос, и нам бы сейчас в час закинуть, если вы с компьютера или с телефона работаете. Нам просто забрасывать такие вещи надо. Просто я не понял вот этого. Я могу сказать, о чем я говорю. Ты понял, да? Да, я понял, потому что речь идет, что предписывающий временный знак выглядит как квадратный, и уголочки только желтые. Не весь знак желтый. Это в билете такая картинка. Поворотчик, я понял. Ну, вот так они нарисовали. Сейчас. Так у художники хорошие, в принципе. Вот. Вот идет. Что мы говорили, что знак на желтом фоне. На желтом фоне все правильно. А почему он такой квадратный здесь? Да, я понял. Значит, ребята, квадратный – это щиток с фоном желтого цвета, на который прикреплен обычный дорожный знак. Этот знак нельзя изменять цвет этого знака. Его можно только прикрепить на щиток желтого цвета. Показать, что это временный знак, что это переносное устройство, на котором установлен этот временный знак, что его скоро снимут. Вот. Так. Картинки, да. Так, что у нас? По-моему, все, да, я так понял? С опросиками. Так, и еще у нас вопросики, которые были. Вопросы, да, в билетах приписаны. Это вот. Значит, вот у нас такой вопрос призываю. Картинка перекресток на лицо, он через перекресток проходит дорога с полосой реверсивного движения. Получается, перед перекрестком светофор включенный крестик, то есть заканчивается полоса реверсивного движения перед выездом на перекрестках. А за перекрестком стоят светофоры реверсивные и включенная стрелочка направлена, зеленая стрелочка направлена вниз. Вопрос. Чи дозволно в водееве сирого автомобиля въехать на реверсивную смугу так, как показано на маленку? На рисунке показано, что он въезжает в полосу реверсивного движения до знака. Право дорожного движения после, как сказано, что занимать полосу реверсивного движения можно только после проезда знака и проезда светофора, разрешающего въезд на реверсивную полосу. Так, следующие вопросы. Нет, если не на желтом штативе, а на желтом щитке. Понятно? То есть квадратный желтый щиток. Точно так же может стоять знак ограничения скорости. На желтом таком щите может стоять знак ограничения скорости. Значит, еще один вопрос по вайберу прислали. Значит, картиночка. Дорога, впереди две машины и знак облом запрещен. Вопрос. Разрешено ли вам в изображенной ситуации выбрать обгон автомобиля? Обгон автомобиля разрешено, если скорость транспортного средства менее 30 км в час. Да. Но, как узнать, что это автомобиль, что эти автомобили одиночные, это сложно, скажем так. Но можно. Обогнав один автомобиль, мы обязательно должны встать в ранее занимаемом полосу. Если мы не можем этого сделать, потому что они идут на буксиль, то мы обгоняем эти два автомобиля. Ну, опять же, при условии, что они едут со скоростью до 30 км в час. Так, следующий там, по-моему, новый вопрос. Да, все, по-моему, товарищ один вопрос. Сейчас посмотрю. Давайте посмотрим. Да нет, все правильно. Больше нет. Вот, я думаю, мы ответили на ваши вопросики. Вот. И давайте перейдем, наверное, все-таки к теме нашего сегодняшнего занятия. Так, у нас сегодня будет тема, она девятая по книжечке «Правила дорожного движения». И называется она «Предупреждающие сигналы». Записываем, пожалуйста, темы сегодняшнего. Предупреждающие сигналы. Я думаю, что для начала мы перечислим вообще, какие бывают у нас предупреждающие сигналы. Давайте сразу начнем так. Предупреждающими сигналами являются. Первое, сигналы, подаваемые световыми указателями поворотов. То есть, когда мы включаем поворот правый, либо левый, у нас загорается либо в мигающем режиме, загорается с правой стороны, желтый, со сигналами поворотов, либо же слева. Далее, звуковые сигналы являются тоже предупреждающими. Переключение светофар. Переключение светофар – это то, что, когда вы едете на машине, сзади кто-то догоняет, то вам мигает светом фар, и вы пробусти, я быстро, я последний год еду, я тороплюсь. То есть, просят нас подвинуться, пропустить. Вот, включение ближнего светофара в светлое время суток, тоже является предупреждающим сигналом. Вот, и включение во время сигнализации, сигналов торможения, фонаря заднего хода, опознавательного знака автопоезд. Ну, и еще, еще, там здесь добавили к предупреждающим сигналам включение проблескового маячка оранжевого цвета. Он тоже является предупреждающим сигналом. Если вы помните, что оранжевый маячок, проблесковый маячок, он не дает водителю никакого преимущества. Он только служит для привлечения внимания, то есть предупреждающий сигнал. Добавишься? Да, я думаю, что сейчас мы добавим в наш чат все вот эти пять пунктиков. Вот. Пока добавляются, еще раз их повторю, это указатели поворотика, если они неисправны. У нас есть, вместо поворотиков при их неисправности мы можем подавать сигналы рукой. Следующий, звуковой сигнал. У нас, если почитать в правилах дорожного движения, то сказано, звуковой сигнал нам нужен только для того, чтобы предупредить ДТП. В других случаях мы никогда его... Пользоваться звуковым сигналом разрешается только для предупреждения ДТП. В населенных пунктах это делал фон. И вот так вот это как-то косвенно связано для предупреждения ДТП. Тут может быть даже попадать привлечение внимания других водителей, да? Да, может быть. Но и все равно это сводится к вопросу, что бы ни произошло ДТП. То есть обратить на себя внимание. Давайте мы уже сразу определимся, все-таки, что у нас... Давай по пунктам, что ли, объяснять. Так, по поводу указателей поворотов, либо рукой. Ребята, если повороты не работают, то мы даем сигналы рукой. То есть вытянутая рука горизонтально говорит о том, что мы хотим перестроиться, либо повернуть налево. Согнутая же, такая же рука, но только согнутая в локте. О том, что мы хотим провернуть направо. Но если у нас не работают, допустим, задние стоп-сигналы, то рука просто вытянется вверх, вертикально. То есть вот таким вот образом. Это если не работает указатель поворотов. Хотя, я скажу, честно, дровина, на моей памяти такое бывает крайне, крайне редко. Практически нереально, чтобы они поломались. Вот это редко очень бывает. Ну, на всякий случай, вы должны знать, как правильно пользоваться. Давай уж закинуть, но уже закинули. Мы закинули. Звуковые сигналы, понятно. Так, это то, что у нас касается вообще предупреждающих сигналов. Значит, что у нас еще, нюанс какой? Когда мы включаем указатель поворота, перед началом движения, перед остановкой, перед любым перестроением. Перестроение вправо, влево, либо же перед поворотом налево, либо направо. То есть, вот, любое изменение нашего направления должно обязательно обозначаться включенным указателем поворота соответствующего направления. Вот, так, далее. То есть, это, можно сказать, что в жизни практически, перед тем, как поворачивать руль, мы всегда говорим людям, мы теперь будем ехать не прямо. Да, ну, обычно, если чайку надо где-то перестроиться, чтобы повернуть куда-то, то мы сначала, водители, что делаем? Мы сначала включаем указатель поворота, потом обязательно мы должны осмотреться, осмотреться, и только после этого перестраиваемся, чтобы это было безопасно для других участников дорожного движения. А как же, по-любому, только так. Нельзя выключить указатель поворота и сразу начать крутить руль. В любом случае, указатель поворота, он просто предупреждает, он предупреждает водителей, предупреждает водителей о нашем дальнейшем намерении. Но не до включенного указателя поворота, не до этого никаких, никаких преимуществ. Вообще никаких преимуществ. Поэтому указателями поворотов мы пользуемся только как предупреждающим, они нам не дают никаких преимуществ. И давайте этот списочек, который мы проговорили, закинем. А ниже есть еще что-то? Давайте еще разочек просмотрим, что мы... Вот, вот такое подготовили. Хорошенький, интересный. Это все те случаи здесь перечислены, когда водитель обязательно должен... Водитель должен включить поворот. Начинаем движение от обучины или края бордюра, останавливаемся в крае дороги, пересценив другую полосу, поворот или отворот. Ну, то, что мы сейчас только что-то рассказывали. Так, далее, далее. Что у нас идет дальше? Значит, ну, во-первых, давайте еще остановимся на том, что указатель поворота в населенных пунктах подается не ближе, включается не ближе, чем за 50-100 метров до самого начала маневра. Это в населенных пунктах. В ненаселенных пунктах указатель поворота включается не ближе, чем за 150-200 метров. Ребят, обратите внимание на ключевое слово «не ближе». Дальше можно. Ближе нежелательно. Почему? Потому что в этом случае автомобиль, ведущий сзади вас, не может не успеть среагировать на ваш сигнал поворота. То есть, чтобы дать возможность водителю вас объехать за ведущим, а не останавливаться и ждать, пока вы проверены. Так, далее, что у нас? Дальше у нас среди предупреждающих сигналов идет, что мы можем пользоваться светом фар автомобиля тоже как предупреждающим сигналом. Да, ну, как я уже объяснил, есть же оптимальный вариант, самый такой простой предупреждающий сигнал переключения светофар, моргушечка. Это когда вас кто-то догоняет и говорит, что пропустите, типа, я тороплюсь. Ребята, не путайте, что когда вам едут навстречу и моргают, это тоже предупреждающий сигнал, но он немножко из другой оперы, да? И немножко другое обозначает, обозначает то, чего в правилодорожного движения не прописано. Да, в резервной гарничнике это нету в правилодорожного движения. Так, и тогда, наверное, запишем про переключение светофар. Да, можно вот так. У нас правило дорожного движения два вариантика предусматривают. Да. Это когда встречка едет с дальним светом. Я надеюсь, практически все знают, как водители просят встречное транспортное средство перейти на ближний. И второй вариантик это привлечь внимание обгоняемого водителя. То есть тоже у нас... Наверное, правило дорожного движения больше это подразумевает, что делается в населенном пункте, а за пределами населенного пункта я думаю, что можно еще и прибегнуть дополнительно к сигналу. То есть посигналить водителя обгоняемого транспортного средства. И у нас было проговорено, на каком расстоянии у нас нужно включать уже поворотики до того, как мы собираемся поворачивать или как мы собираемся до того момента, когда мы начнем менять свою полосу на соседнюю. Поэтому сейчас вот эти цифры, которые Игорь Борис сейчас озвучил, сейчас тоже появятся у нас в нашей записи. За сколько мы включаем поворотики. В правилах дорожного движения прописано, что не менее чем за это расстояние... В населенных и в ненаселенных пунктах. Эти цифры у нас попадаются в билетах. Да, 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 да. Это то, что вам нужно будет обязательно, обязательно, как бы немножечко, знаете, пользоваться этим. Еще бывает ситуация, когда все-таки нужно отступить от этих жестких правил, которые прописаны, были уже нами, как предупреждающие сигналы. И вы знаете, их достаточно жестко прописали, как запрещено будет включать повороты в каких случаях. И в каких случаях запрещено будет пользоваться дальним светом, как предупреждающими сигналами. И первое у нас про поворотики. Это правило дорожного движения у нас запретили включать повороты, если мы своим включением запутаем других участников дорожного движения. Интересная ситуация. Игорь Борисович, есть пример какой-то, когда мы можем запутать других водителей включением поворотиков, как прописано по правилам. 50-100 метров возьмем населенный пункт, мы едем, вроде бы поступаем четко, как прописано по правилам дорожного движения. И, да, вдруг у нас небольшая ямка, мы решили ее объехать, включаем правый поворот, хотя в левом ряду движемся, включаем правый поворот для того, чтобы объехать эту ямку. Потом, ну, подъезжаем к своему повороту, естественно, и поворачиваем уже налево. И задающие чеки понимают, почему мы поворачиваем налево с включенным правым поворотом. Или как-то перегрузки, смотришь, стоит красивая девушка на красивой машине в среднем ряду, включает правый поворот и едет налево. Тоже нормально, такой нонсенс. Поэтому повороты запрещено включать, как попало, если это может привести к созданию, ну, если это просто может ввести в заморожение других водителей. Или еще пример. Два поворотика направо находятся рядышком друг с другом, а мы планируем поворачивать во второй. Допустим, расстояние между поворотами метров 20. Да, это тоже может быть. Из обоих этих двух поворотов выезжают автомобили. Поэтому вот здесь, да, вот тут далее, можно так сказать, как бы исключение. Если вы включите за 50 метров, у вас два выезда на дороге, допустим, два правых поворота, и они оба рабочих. Ну, например, на Московском проспекте, на Московском проспекте, как раз четко напротив Нюрма-Харькова. Есть поворот заезда на стоянку и есть поворот заезда на улицу Тюринска. Да, вот там два поворота, выезжает человек со стоянки от Унирмага, а мы подъезжаем, включаем поворот. И вот в данной ситуации человек понимает, должен понимать, что вы можете поворачивать сюда же, правильно? Он может начать движение, а у вас, допустим, скорость более-менее приличная, вы начинаете только торможение для того, чтобы повернуть во второй поворот. То есть, вот это и называется, чтобы не вводить до заложения двигающегося на дорожное движение. То есть, можно сказать, что из-за того, что мы включили поворотик, как только что, да, раньше, то это и привело косвенно к ДТП. Слезание в ДТП, да. Давайте, наверное, сейчас запишем эти наших два запрета, что касалось поворотиков, и второй запрет. Давайте второй запрет тоже включить, дали соответствующие множество, ведры и хватители. Вот. Вообще-то у вас это просто появилось. Подождите, а что? Нет, это чуть-чуть не то. Появилось. Сейчас появятся запреты. У нас какой-то глюк произошел. Вот. Вот, вот, вот. Немножечко. Нет, я не вижу, где появилось. Вот, запрещено включать повороты из себя. Ага. Выходите, разрешите включать дальний свет. Можем просыпать. И нужно, наверное, примерчик привести с дальним светом. Ну, с дальним светом здесь проще. Я думаю, люди все ездили, пусть не за рулем, но рядышком, в темное время суток, когда едешь, кто-то едет на встречу, свет очень яркий. Вы просите его переключиться на ближний, сами включайте ближний, а человек в период просто не переключается. Вы думаете, ну, вот тот жлоб, да, не хочет переключиться. Вы можете переключать дальний, а он включает такой дальний, что просто аж глаза начинают болеть. И вы понимаете, что он просто ехал на таком ближнем свете фар. И такое тоже бывает, скажем так. Вот. Но периодически переключение света фар. Вы бросите человека переключиться, он тоже переключается. И вы разъезжаетесь уже к переключенным ближним свете фар. Хочу напомнить, что мы перечисляли, как бы вначале был краткий план этой темы, да. И теперь мы переходим к рассмотрению ситуации, когда правила дорожного движения обязательно требуют от нас включить ближний свет. Вот тут Татьяна пишет, что мы теперь не под диктовку, а просто с чата переписываем. Мы до этого с чата писали. Я объясню, просто если раньше мы у нас, наш режиссер за кадром писал, печатал это в процессе, то мы сейчас немножечко проиграли это все дело и подготовили, чтобы, допустим, не отнимало там много времени. Чтобы у нас это не отнимало много времени, мы как бы закинули это в чат. Вы записали себе, а мы пока вы записываете, потихонечку объясняем, что вы записываете в данной ситуации. Ну, скажем так, это типа сервиса такого. Мы чуть-чуть сделали, как бы упростили немножко для себя работу. Ну и, скажем так, чтобы больше дать информации вам, уменьшили время, затраченное на то, чтобы отпечатать в постоянной клавиатуре. Вот. Так, и теперь мы движемся дальше. У нас правила... Я переписываю, я прослушаю все, что вы видите. Нет, отнимать. Если вы слушаете нас, то вы не можете прослушать. Просто вам кажется, что вы что-то не запомнили. На самом деле информация даже не бывает не девается. Она вся остается. Тем более, что эта информация у вас еще и по окончанию занятия в домашнее занятие перейдет. А там просто откликнулечку прочитали и, в общем, так скажем так, сразу вспомнилось то, что мы говорили. Так что ничего такого в жизни не происходит просто так. А тем более на уроках. Любая информация, она все равно запоминается. Так, и давайте еще... Это неудобно. Хорошо, тогда... Если есть у кого-то какие-то предложения, как улучшить нашу работу, обязательно пишите. Можете писать не здесь, в чате, а писать вайбер автошколой. Мы будем рассматривать и принимать к сведениям и менять нашу работу. Так что всегда готовы прислушиваться к вашим рекомендациям. Ну и давайте сейчас, когда только раз такое дело пошло, смотрите, давайте сделаем дрочи. Мы не будем сразу пальчиками все это закидывать. Будем строчно закидывать, чтобы вы успевали. И, наверное, построим урок немножечко подробно. Мы сначала рассказываем определенный кусочек, да. И потом записываем. Это будет, я думаю, правильно. Вот. Значит, ребят, ну смотрите. У нас есть что еще? Мы... Ихар Борисович чуть-чуть отвлекся и потерялся. По плану нашего занятия. Смотрите, мы сейчас рассматриваем ситуацию. Когда правила дорожного движения говорят, в этих случаях, даже днем, вы всегда обязаны двигаться с включенным ближним светом. Ребята, смотрите. Правила четко указано, что когда мы, водители, должны ехать с включенным ближним светом фару. Обязаны. Так. Днем. Именно, именно днем. Не ночью, не в темно-режемствах, не в условиях неназадочной видимости, а именно днем. Когда на нашем автомобиле должен быть включен ближний свет фар. Вот. И сейчас, как бы, мы под это все запишем. Вот. Смотрите. На всех автомобилях колонны, во время движения колонны, включается ближний свет фар. Обязательно. Колонна есть обязательно с включенным ближним светом фар. Все машины колонны. Не важно, колонна в сопровождении, колонна без сопровождения. Следующий, когда у нас включенный ближний свет фара. Это когда едет маршрутное транспортное следствие навстречу одностороннему движению. То есть, это под знак 5.8. У нас дорого с односторонним движением с полосой для маршрутных транспортных следствий. В этом случае маршрутное транспортное следствие, то есть, это может быть троллейбус, может быть маршрутка, она идет по установленному маршруту, она идет навстречу транспортному потоку, навстречу одностороннему движению. В этом случае обязательно на нем должно быть включено ближний свет фар. Понятно? Вот. Далее. Далее. Когда еще? Когда осуществляется перевозка организованных групп детей в светлое время суток? Это может быть либо школьный автобус, либо экскурсионный автобус, который перевозит организованные группы детей. Так вот, на таком автобусе обязательно во время движения должен быть включен ближний свет фар. Вот. Это, ну, вы должны понимать, что такие вещи, да, дети должны всегда обозначаться для того, чтобы эти автобусы выйдет на нашей дороге. Так, дальше. При движении крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств, эти автомобили, то же самое, то же самое, должны в движении ехать с включенным ближним светом фар. Обязательно. Ну, опасно, скажем так, машинке. Теперь, когда еще мы должны включать ближний свет фар? На буксирующем ТС. То есть, ребята, тот автомобиль, который тащит поломанный автомобиль, вот на нем должен быть включен ближний свет фар. А вот кого тащат, вот на том автомобиле должна быть включена аварийная сигнализация. Понятно? То есть, не так, как мы видим в городе, да, едут две машины на сцепке, и оба едут на аварии. Я, кстати, наблюдаю такое довольно часто. Вот. Ну, и еще небольшая, как бы, приписочка такая. Ну, не то, что приписочка. Значит, смотрите. Когда еще? В туннелях. Обязательно. Потому что, во-первых, в туннелях освещение практически отсутствует. Обязательно на подъезде в туннеле мы должны обязательно включить ближний свет фар. В этом случае, как бы, ну, по-любому. Теперь и еще, что нам предложили наши разработчики, это то, что с 1 октября по 1 мая на всех транспортных средствах, в ненаселенных пунктах, должны быть включены дневные ходовые огни. Если они установлены заводом-озготовителем, если заводом-озготовителем не установлены дневные ходовые огни, то на авторе оттуда включены быть ближний свет фар. Вот такая вот еще приписочку нам дали фраза дорожного движения, разработчики ПДД. Это новшество, вы уже слышали о нем, вы уже знаете. Ну, сейчас, допустим, июнь. Сейчас это не действует, а вот с 1 октября опять начнется дело. А на буксируемом ТС, а мы же написали номер 5, а на буксируемом ТС, должна быть включена аварийная сигнализация. То у нас сейчас дальше будет. Да, у нас будет и аварийная сигнализация, которая должна быть обязательно включена. Поэтому не волнуйтесь и переживайте. Мы сейчас и к этому дойдем. Кстати, мы же можем о вопросике. Следующий у нас вопросик. Когда должна быть включена аварийная сигнализация? Обязательно. Значит, аварийная сигнализация должна быть включена аварийная сигнализация. И мы сейчас разберем и этот вопрос. Вот. Ну, первое. Когда у нас на автомобиле должна быть обязательно включена аварийная сигнализация? При вынужденной остановке на дороге. Что такое вынужденная остановка на дороге? Ну, если помните пункт номер два правила дорожного движения, то вынужденная остановка на дороге – это прекращение движения либо из-за какой-либо поломки, либо из-за плохого самочувствия водителя, либо же пассажира. Ну, в кратце, более кратко. Так вот, при вынужденной остановке мы обязательно включаем аварийную сигнализацию. Это то, что у нас именно не оговаривается. Это в обязательном порядке. Далее, второе. Когда нас остановил полицейский, то есть, полицейский нас остановил, указал же за место, где мы должны остановиться, мы остановились, остановили свой автомобиль, включили аварийную сигнализацию, естественно, поставили наручный тормоз, выключили передачу, поставили наручный тормоз, включили аварийную сигнализацию, завершили автомобиль. В этом случае аварийная сигнализация включается обязательно. Далее. Нас ослепило светом фар. В этом случае мы обязательно тоже включаем аварийную сигнализацию. Далее в правилах дорожного движения в пункте 19 мы будем рассказывать, если нас ослепило светом фар, какие наши действия при ослеплении. Но в данном случае самое первое, что мы должны сделать, это включить аварийную сигнализацию. Все остальное будем рассказывать чуть-чуть позже. Сейчас у нас аварийка. И вот в четвертом пункте у нас будет как раз, когда нас тянут на буксире, то есть на буксируемом ТС. Ну кому непонятно слово буксируемое, буксируемое, давайте так, на поломанном. На автомобиле, который тащат. Далее. Если у нас, допустим, произошла какая-то поломка, но мы можем потихоньку ехать за скоростью 20-30 км в час. То есть мы можем доехать до места стоянки, либо же места ремонта. В этом случае мы обязательно должны обозначить себя аварийной сигнализацией, показать, что у нас что-то поломалось и ехать потихоньку в самым крайнем правом. Ну как можно правее, чтобы не мешать другим, к месту ремонта, либо же месту стоянки нашей. Понятно? То есть вот еще один такой вот нюансик, когда у нас тоже должна быть включена аварийная сигнализация. Далее. Теперь аварийная сигнализация должна быть включена во время посадки, высадки детей в автобус, допустим, в школьный автобус, либо же во время остановки автобуса перевозящих организованную группу детей на дороге, когда такой автобус остановится на дороге. В этом случае выключается ближний свет фар, включается аварийная сигнализация. Обязательно. Это понятно? То есть во время движения на автобусе перевозящих организованную группу детей, на любом автобусе, обязательно должен быть включен ближний свет фар. А вот во время остановки этого автобуса на дороге, либо же школьного на остановках настоять, либо же автобуса перевозящего организованной группы детей. Вот. В этом случае выключается тоже ближний свет фар, включается аварийная сигнализация. Ясно, да? Далее. Когда колонна останавливается, когда колонна машины останавливается на дороге, и неважно, какая колонна шла в сопровождении, шла без сопровождения полицейскими, а если колонна останавливается на дороге, на всех автомобилях колонна выключается ближний свет фар, включается аварийная сигнализация. Ну и в последнее время, когда должна обязательно быть включена при совершении ДТП. Самое первое, что при совершении водителя делает, это включает аварийную сигнализацию. Все остальное уже потом. Вот. Что? Вот. Вместе с аварийной сигнализацией, вместе с аварийной сигнализацией Вместе с аварийной сигнализацией мы должны, кроме всего прочего, выставить знак аварийной остановки. Так вот, знак аварийной остановки выставляется, тоже нам определили, не постоянно, где попало, мы его вставим. Мы остановились и вышли покурить, посмотреть, как на лужаге пасутся коровки. Нет, в этом случае не надо выставлять знак аварийной остановки. А четко определили, когда мы выставляем знак аварийной остановки. Естественно, вместе с ученым аварийной сигнализацией. Первое. Когда мы выставляем? В населенном пункте. Нет, это расстояние. А, это самое. Мы выставляем при ДТП. При ДТП. Когда у нас, когда совершается ДТП, мы выключаем аварийную сигнализацию и выставляем знак аварийной остановки. Или же, второе, при вынужденной остановке в местах с ограниченной обзорностью или видимостью хотя бы в одном направлении менее 100 метров. Только вот в этих двух случаях мы должны выставлять знак аварийной остановки. Потому что, насколько я помню, даже в советских правах газового движения там было прописано, там еще целая куча случаев. Когда это было прописано, при любой неисправности, если мы остановились на дороге и отчиним свой автомобиль, обязательно выключим бред. Сейчас четко определили, когда. Кроме аварийной мы должны еще выставлять знак аварийной остановки. Ну и на каком расстоянии он выставляется? Знак аварийной остановки выставляют в населенных пунктах не ближе, чем за 20 метров. В ненаселенных пунктах не ближе 40. Вот. Сейчас мы это все затмимем в чате. Вот. Вот так. Понятно? То есть самое главное, ребят, потом не забудьте эти знаки забрать. Когда у вас машинка все-таки заведется, вы начнете движение, не забудьте их забрать. Потому что такие знаки на дороге мы водителя оставляем постоянно. На радость, что машина может двигаться. И погнали. А знак так и остался на дороге. Пока какой-нибудь грузовик не переедет. Вот. Ну и что у нас еще? Если, если, тут такой нюанс тоже, мы даже это сам подискутировали с Евенеей Артуловичем. Если транспортное средство не оборудовано аварийной сигнализацией, или она неисправна, что нужно делать при вот такой неисправности? Значит, значит, мы должны установить знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, как вам правило, дорожные движения гонят. Но сзади на транспортном средстве, то есть, если во время буксировки, то есть, если машина за ту машину, которую тащат, которая поломана, если у нее не работает сигнализация, это вполне нормальное явление, потому что может быть система электрооборудования поломана и аварийная сигнализация работать не будет. Так вот, в этом случае сзади выставляется знак аварийной остановки. Далее, на механическом транспортном средстве, если не работает аварийная сигнализация, перевозящим организованные группы детей. Тоже во время остановки должен выставляться знак аварийной остановки. Ну и еще у нас на МехТС движущимися техническими неисправностями. Бывает так, что машинка едет, а включить аварийную сигнализацию мы не можем, потому как выходит из строя электроболоной, либо же мы просто не сможем двигаться. Вот, так в этом случае мы выставляем знак аварийной остановки на такой задний транспортный средств. Вот три варианта, когда знак аварийной остановки устанавливается на сам автомобиль. Понятно? Хотелось бы услышать от вас вопросики. Да, если есть какие-то вопросы, задавайте, потому что, как бы, я понимаю, что сегодня урок как-то так более-менее, ну, суховатенько начался, скажем. Ну, в общем, как бы, а вот по поводу информации, мне кажется, все-таки неплохо. Вам закинули информацию, как бы рассказали, не просто взяли, переписали книжку «Правил дорожного движения», а как бы немножечко и рассказали, к чему, к чему они и как. Так, и если вопросики есть у вас, задавайте вопросики. Если же нет, тогда мы будем переходить к следующей теме нашего сегодняшнего занятия. Давайте, если будут вопросы, как бы, мы сейчас на сегодняшнем занятии инициативу передали Игорю Борисовичу в ведении лекции. Это только на первую этот самую. Да, смотрите, тогда я на себя возьму инициативу отвечать на вопросы. Вот если они будут возьмут. Вот ты опять хочешь схитрить. А я хотел, чтобы ты начал движение изменения его направления, начал рассказывать. А тут, ну, ты тоже схитр, а? Не, ну, мы сейчас, может, подождем. Ну, хоть не зло сегодня. А то, что, да, Невертович, то ты можешь разозлиться. Ну, хорошо, я и живу. Так, ну, что-то пока вопросиков нету, тогда у меня есть вам вопросики. А все ли знают, что такое аварийка? А то, как бы, мы все, как бы, водители между собой говорим. Аварийка, аварийка, знаете ли вы? Так, появился вопросик. О, мы задали вопросик. Хуэвэй, ох ты, господи. О, это такое у меня было название, когда-то. Вопрос немного не в тему. Теоретическая практика вождения автомобиля. Да, ребят, ну, конечно... Игорь Борисович... Неважно еще поставить, ничего страшного. Мы нормально, мы поняли. Короче, человек хочет узнать, когда начнется у нас практика по вождению. Правильно? Я так понял. Вот. Да, вот и что. Ты же хотел... Да, ну, во-первых, смотрите, у нас практика по вождению будет не теоретическая. Если четко следовать вопросу, да? Да, не гордимся. Вы действительно будете приходить и ездить на автомобиле. И второе, как бы, ориентируемся, что практика начнется только после того, когда мы закончим полностью теорию. Да. Если кто-то из вас зарядовал вперед, то можете посмотреть, в пункте 24 написано, что допускать вождение может быть приз, значит, правило дорожного движения. Так, вот. И, ну, я так понял, кто-то затронул тему общую. Так, про поворотники. В опе-нове включение поворотника при объезде ямок. Это надо делать, если не перестраиваться в другой ряд? Нет. Это как раз не надо делать. Это я забыл сказать, что вот так делать нельзя. То есть, вот этими действиями мы просто, это самое, мы просто ввели задние идущие учителя в заблуждение. Вы поняли? То есть, этого делать не надо. То есть, это ямка, это вы не перестраивались в другую полосу. Просто, эту ямку можно было либо попороть, пропустить между каос, либо же потихоньку переехать, снизив при этом скорость. Вот, понятно? Поэтому, как бы, этого делать как раз и не надо. Вот, Huawei, это Ян. Ян, я понял. Ничего страшного. Ну, ты вот так, я думаю, я с ним ел. У меня точно так же телефон подписан, это тоже Huawei. Ну, я попросил нашего оператора немножко разбираться в этом деле. Он мне его сегодня немножко подстроил. Я там в чате под логотипом ИБ. Вот. Так что, ничего страшного. Вот. Еще там, что-то вопросики, большинство плюсики поставил Сергей Литвинов, Татьяна Кузнецова. А написать что-то я не вижу, что Кузнецова на Татьяне написала, а вот Сергей Литвинов что-то не вижу. Вопросика. Если есть, то давайте. Вот. Фух. Ну, а если же вопросика нет, давайте сразу закинуть темку. Да, давайте я тогда уже. Вот. Это было просто аварийку, все-таки можем продолжать. Давайте будем продолжать. И дальше будет вам вот эту темку читать. Евгений Артурович, он у нас мастер по началу движения. Как машина трогает, так как останавливается, он просто супер. Давайте тогда запишем тему начало движения, изменение его направления. И для начала все-таки разберемся, что это такое начало движения или изменение направления. Давайте так, что я для прочего понимания просто приведу примеры. Это, например, мы съезжаем с дороги, мы выезжаем на дорогу со дворов, заправок, стоянок. Сейчас пытаюсь понять, с чего начать, да? Да, чтобы это было связано, а сейчас пойдет, потому что Игорь Борисович уже почти пол занятия. Я так только сидел, слушал и наслаждался, как он все четко и слаженно рассказывал. А теперь вот сейчас будет пить потихоньку воду. Так, ну смотрите, первое, что я думаю... Мы не будем записывать, это то, что прежде чем приступить к каким-то маневрам на дороге, всегда водитель должен четко понимать, что этот процесс будет безопасный, что не приведет к дорожно-транспортному происшествию. Поэтому всячески существуют способы. Это включение поворота. Это мы заранее говорим, что другие водители... Готовьтесь, мы сейчас что-то будем выполнять на дороге. И у нас есть зеркала. Забить неправильно, сказал выполнять. Не исполнять, а выполнять. А то иногда начинают исполнять. И исполнять, да. И венера, короче. Потом у нас есть зеркала. Мы... Вы знаете, иногда приходится ученикам рассказывать. Ребята, включите поворотик. Посмотрите потом по сторонам и по зеркалам, как люди отреагировали на ваш поворотик. И если они отреагировали так, как вы ожидаете от них, только тогда... Вы уж только тогда уже проехали свой поворотик. Да, только тогда приступайте к выполнению данного маневра. Так, ну и начнем, наверное, это было просто перемешка теории и случаев жизни, и практика. Пока будете осматриваться, вы проедете свой поворот, так что не переживайте. Вы потом зайдете в другом месте. Зато вы перестроиться успеете. Может быть. И рассмотрим примеры, когда мы изменяем направление движения. И давайте рассмотрим первый пример изменения направления движения. Это частный пример. Мы съезжаем с дороги. И давайте, наверное, запишем этот примерчик, что съезжаем с дороги. И пускай наши примерчики будут это двор, заправка и стояночка. Едем мы по дороге и решили туда завернуть. И вот у нас уже выскочил первый пример, что давайте себе представим картиночку. Едем на машине, включили правый поворотик и заезжаем на заправку. Какие проблемки у нас могут быть? Первое, это с правой стороны у нас может двигаться велосипедист, которого обязательно перед тем, как поворачивать направо, нам нужно не завернуть с собой на заправку, а пропустить его, чтобы он уехал у нас дальше. Я не залывался. Знаете, почему он хотел сказать, не покатать его на капотке своего автомобиля. Потом он залывался. Я знаю, о чем он был. Да, и второй вариантик, что у нас, как правило, в большинстве случаев рядом с дорогой проходит пешеходный переход, параллельно идет дороги. И вот в этом заезде мы пересекаем траекторию, где движутся пешеходы. Правила дорожного движения, как приучили пешеходов, вы собираетесь переходить, посмотрите направо-налево, но в этом случае мы, получается, как бы едем сзади. Пешеход посмотрел направо-налево, никого нету, и он смело вступает на дорогу, да? В новую жизнь. Вот как только он наступил на дорогу, вы должны успеть остановиться, чтобы при этом не задавить пешехода. Ну, не переживайте, мы все за рулем стараемся заранее осмотреть и предугадывать ситуацию. Стараемся смотреть, чтобы пешеходы были не на пешеходном переходе, да? Потому что давить пешехода на пешеходном переходе, это все равно, что стрелять в двери в заповеднике. Вот, поэтому поговорим про, давайте я в кавычках так скажу, про маленьких детей, которые находятся на дороге, да? Это про пешеходов и про велосипедистов. Да. Если вы к ним будете относиться, как к маленьким детям, да, то у вас никогда не будет обиды на этих участников дорожного движения, ни на пешеходов, ни на водителей. Вы просто всегда будете мысленно проговаривать фразу, ну, маленькие дети, ну, а что мы хотели ожидать от них? Ну, вот такие, их нужно принять такими, как они есть. А вот как закончится теория, я говорю, Евгений Анатольевич, вы познакомитесь с мастерами, и вы поймете, почему вы перешли с касты пешеходов в касту водителей? Потому что, начиная ездить по городу, вы начнете тихо-тихо ненавидеть пешеходов. Так, и следующую мини-ситуацию рассмотрим. Это пример, что выезжаем мы со двора или с такой же заправки. Здесь то же самое повторяется, что наше отношение к пешеходам, как к маленьким детям, поэтому, да, я вообще хочу, чтобы... Давайте всегда, товарищи будущие водители, запомните, пешеходы – это наши маленькие дети, все, мы им все прощаем, мы никогда на них не злимся. Ну, да, так иногда ремнем покоплено, да. Но мне хотелось сказать, не надо стараться их все-таки перевоспитать, все-таки это хоть и дети, но уже выросли, да, большие дети, их не перевоспитать. Их можно только подтолкнуть к изучению правил дорожного движения. О, вот это хорошее окончание, мне понравилось. Выйти и в красивой, легкой форме рассказать им правила дорожного движения. Странно, Игорь Борисович потер кулаки. Нет, ну это просто жарко, нет, это просто жарко. Рассказать. Так, рассматриваем вторую частную ситуацию, это мы выезжаем с дороги. Поэтому сейчас мы вот так вот и запишем. Выезжаем на дорогу. Да, выезжаем на дорогу и кого мы должны пропустить. Уже было проговорено, а сейчас просто появится текст. Выезжаем на дорогу, мы должны пропустить пешехода и все транспортные средства, которые движутся по дороге. Лишняя напоминалочка, все-таки хочу, чтобы добавилось в скобочках, это что не только автомобили. Ну и не забываем про велосипедистов. Велосипедистов тоже не обижаем. Заметьте, сколько раз сегодня, знаете, почему я много раз сказал за велосипедистов? Потому что у нас оператор, он фанат великов. И они вспелись вдвоем уже, поэтому, чтобы не обидеть, он так вот много-много раз сегодня уже сказал, и обязательно пропускаем, обязательно пропускаем велосипедистов. Заметьте, даже за пешеходов сказал меньше. Я все больше и меньше. Не, я хочу вам сказать, что, может быть, если бы занятия проходили зимой, не было бы столько акцента. А тут как раз у ребят выпадает вождение на тот период, когда велосипедисты... Может, вам еще лыжи влюбят? Ты бы сейчас лыжникам рассказывал. А, на пешеходах. Так, давайте двигаться дальше. Рассматриваем следующую мини-ситуацию. Следующая мини-ситуация. Едем мы по дороге и, к примеру, решили перестроиться в соседний ряд. То есть, эта ситуация будет звучать так, как меняем полосу движения. В правилах дорожного движения сказано, что перед тем, как перестроиться в другой ряд, нужно убедиться, что мы никому не помешаем, кто уже в том ряду едет. На лекциях я иногда ребятам приводил пример. Давайте воспринимать соседнюю полосу как чужой сад. Как будто мы лезем к соседу воровать яблоки. Ну, это что-то связано с соседницей. Короче, втихаря, втихаря. Вот так тихонько. Раз, раз. И поэтому я всегда говорю, так прежде чем лезть в соседский сад, нужно всегда убедиться, что хозяина нет дома. Может, проще подойти и попросить. Хорошо, давайте так. Наша просьба, мы за рулем будем воспринимать, как включение поворотиков. Попросить. Включили поворотик. И потихоньку показали, что мы хотим сюда перестроиться. Только потихонечку. А, кстати, в общем, сейчас я заметил на дороге, очень много культурных водителей стало. Но вообще, чем больше, чем лет 15-12 назад. С чем это связано? Если включил поворотик, показал, что ты ходишь сюда перестроиться, не резко, естественно, а так потихонечку сдвигаешься только к культурной линии, разделяющей полполосы, то обычно человек берет и пропускает тебя. Поэтому и сказал, что, может, попроси. Я вам хочу сказать, что, как показывает статистика, лично я сам для себя проводил небольшую статистику. Примерно в каждом десятом автомобиле точно едет джентльмен. Если вы даже стоите на второстепенной дороге и включили поворотик, и выехать у вас не получается, потому что по главной дороге идет очень сильный поток движения автомобилей, то не нервничайте статистику, знайте, примерно десятый, отсчитывайте девять автомобилей, и десятый автомобиль точно остановится и вас пропустит. И могу сказать, добавить, что из этих девяти, может оказаться, три, которые у вас проводят девушки, вот они точно пропустят. Кстати, между прочим, я заметил, девочки-водители, как правило, более культурные, чем мужики. Хотя и на нас мужиков уже становится побольше. Но есть еще один маленький нюанс в этой статистике. Если с авторостепенной дороги, приоткрыв окно, пытается выехать девушка, то джентльменов, как правило, становится в два раза больше на главной дороге. И почему-то они все останавливаются, говорят, золото, пожар. Так что я советую этим способом девушкам пользоваться. У тех, у кого затонированные будут стекла на автомобиле, выезжайте со второстепенной дороги, приопустите стекло со своей стороны. И я вам обещаю... Чтобы можно потом было сказать, ты что, куда ты пер? Ты что, не видишь? Я же девушка. Это у нас, хотел сказать, секундные приступы юмора, но как-то... Не получается. Да, ну не получается. Ну ладно, ну если не нравится, я могу выйти. Не-не-не-не, все отлично. Так, меняем полосу движения. Давайте по порядку, как мы это поступаем за рулем. Первое. Мы включаем поворотик. Время от времени поглядываем в зеркало заднего вида на ту полосу, куда хотим заехать. Смотрим, как водители, которые движутся по той полосе, реагируют на наш включенный поворотик. Если, например, автомобиль в зеркале заднего вида перестал к нам приближаться, а мы периодически... А начал тихонько удаляться. Да, даже начал удаляться. Это мы взгляд где-то с интервалом взглянули на дорогу, раз взгляд на секунду-полторы перевели в зеркало заднего вида. Покажу проще. Смотрим на дорогу. Чик-чик. 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 Все. И ушел. И потом... Да, если видим, что автомобиль, который движется по соседней полосе задней, не приближается или даже приотстает, это нам уже четкий намек на то, что водитель номер 10. Джентльмен. Мы сейчас так много рассказали, я тебе скажу честно. Правда, четко, сухо написано. Хочешь перестроиться на полосу? Пропусти всех, кто движется по той полосе. Вот четкое определение перестроения. А мы уже рассказали, Евгений Артурович, он уже рассказал, уже чуть ли не... Посадил его за руль и показал, как это сделать. Так. Ну, вот так, кстати, между прочим, вот так втискиваться, впихиваться, правила дорожного движения не учат, между прочим. Но можно. Кстати, между прочим, я вам скажу, у нас в Харьке очень бутерное водительство. По сравнению с другими городами, не Украина. Ой, обалденный. Все, ладно, давай. Так, рассматриваем следующую ситуацию. Я-то с такими рассказами, надеюсь, подготавливаю людей к тому, что они вскоре уже сядут за руль. И будут нервы крепать инструкторы. Так, следующая у нас ситуация, это у нас взаимное перестроение. К примеру, автомобиль, который движется по первому ряду, собирается перестроиться во второй, а автомобиль, который двигался по второму, собирается перестроиться в первый. Классический пример, который может возникнуть, это вы на учебном автомобиле едете потихонечку по первой полосе, и вам инструктор говорит, ну вот, сейчас будет перекресток, на котором мы будем поворачивать налево. Вам надо перестроиться через четыре полосы. Так. Шутка, конечно. А второй автомобиль, который двигался быстрее и видел, что по первой полосе движется учебный автомобиль, понимает, вот, скоро будет перекресток, на котором ему нужно будет поворачивать направо, и вот, попадают два автомобиля рядом, находятся на соседних полосах, у одного автомобиля включен левый поворот, у другого автомобиля включен правый поворот. И логичный вопрос, а как же им разъехаться, что по этому поводу говорят правила дорожного движения? Это не там, где два кузника встретились на узком мосточке, да? Их тоже здесь должен кому-то другому уступить. Не про это? Нет? Нет, это детская сказочка. Да, я понял. Все, хорошо. Да не с этой, которая я понял. И вот такая ситуация. Правила дорожного движения, говорят так, Напоминаю, это у нас уже когда-то мелькало. Если траектории автомобилей пересекаются, и нету никаких дорожных знаков, у кого преимущество, то мы применяем правила правой руки. То есть, первым на пересекаемой территории проезжает тот, у кого нет помехи справа. То есть, получается, что вы в этом случае, когда ехали с инструктором по первой полосе, имейте преимущество перед транспортным средством, которое на соседней полосе движется рядом с вами с исключенным правым поворотом. Промолчу. Да, это, так говорится, правила дорожного движения, а в жизни вы ознакомитесь с массой вариантов. Промолчу, я сказал, промолчу, промолчу. Следующее нам правило дорожного движения. Давайте запишем взаимное перестроение, и здесь, наверное, доберем текст, что применяем правила правой руки. Следующий вариантик, который мы рассматриваем. Ой, это уже не случай. Все, мы с мелкими случаями закончили. Теперь о чем дальше говорится в этом публике? Что перед тем, как вы будете... Давайте пример, как будто впереди перекресток, и вы хотите на нем делать правый или левый поворот. То правило дорожного движения говорят, что водитель перед тем, как вы подъедете уже к перекрестку, вам необходимо заранее занять соответствующую полосу. Хочу напомнить, в большинстве случаев на перекрестках у нас правая полоса служит только для правого поворота, а левая полоса служит только для левого поворота. Но бывают исключения. У нас существует уже достаточно много перекрестков, к примеру, на которых левый или правый поворот разрешают с нескольких рядов. Для Игоря Борисовича будет привычное сочетание, название перекрестка 50 на 50. Очень люблю. Это, скажем так, перекресток в районе Барабашова присутствует. На котором налево можно поворачивать прямо с двух полос. Что с одной стороны, что с другой стороны. Вообще шикарно. Да, но у нас, соответственно, если появляется такое правило, что можно поворачивать не только с крайних полос, то нам об этом обязательно говорят знаки. Или может быть нанесена разметочка такая на дороге. Ну, если она разместена, значит и знаки должны быть, если их вам же не украли. Хотелось бы, конечно... Хотелось бы 30 секунд дать Игорю Борисовичу слово. Не, не, не. Нет, именно специально 30 секунд дать, потому что мне хотелось бы, чтобы для ребят прозвучал ответ на вопрос, что такое заранее. Игорь Борисович, по личному опыту... Заблаговременно. Да, ну, допустим, я собираюсь в Днепре повернуть налево, на перекрестке. Могу я уже выехал на скоростную дорогу заранее занять левую полосу? Конечно, можешь ехать, 130 километров в час, что тебе писать. Все, как бы... Игить, пожалуйста. Когда люди сядут за руль, им хотелось бы знать. Игорь Борисович, есть вариант ответа? У меня есть вариант ответа. Открыть окно и сказать, слышь, пропусти меня. Ну, или что-нибудь нехорошее сказать. Для меня хотя бы ориентир такой, чтобы, подъезжая под знак направления движения по полосам на перекрестке, чтобы вы уже были в своем ряду. Игорь Борисович, прокомментируйте. Я могу сказать, когда вы едете по дороге и увидите вдалеке этот знак, и вы знаете, что вам на этом перекрестке нужно поворачивать налево, то, когда вы еще вдалеке, включаете повороты и аккуратно перестраиваете вот ту полосу, куда вам надо поворачивать. Либо влево, либо вправо. Потому что, если вы знак проедете, потом у вас он будет очень категорически мало времени перестроиться, и практически невозможно перестроиться в тот ряд, куда вам надо. Отсюда делаем вывод, что совет Игоря Борисовича так, только увидим знак направления движения по полосам, увидев вдалеке, вы сразу уже приступаете к тому, чтобы перестроиться в соответствующие ряды. Это включение поворотиков, наблюдаем за реакцией водителей, не спеша приближаемся все ближе и ближе к нужной нашей полосе, к его правовому пылу. Приближаемся. Самое интересное, право дорожного движения, вот тут столько развел демагогии, как шмяр. А право дорожного движения четко сказано, заблаговременно. То есть, вот как хочешь, так и понимаешь. Заблаговременно, то есть, подъехав к перевеску, ты уже должен быть в своем ряду. А он его все так раздожил, в ложечку положил и даже в рот, наверное, попытался ему засунуть. Так, значит, делаем такой вывод. Увидев этот знак, сразу приступаем к действиям, и ваши действия должны закончиться до того момента, когда вы проедете под знаком направления движения по полосам. Игорь Борисович, ну тут уже, я думаю, комментариев вообще нет, все четко рассказано, как мы поступаем. Здесь нет одного. Я надеюсь, что инструкторы потом не будут жаловаться, что мы крадем их хлеб. Не-не-не, ой, боже, у них столько информации, они их так загрузят, что они не могут делать тебя умыли. Я только рады больше, чтобы их немножко освободил чуть-чуть. И у нас возникает еще одна такая необычная ситуация. Смотрите, иногда у нас нужно развернуться на дороге. Как на перекрестке разворачивается, мы уже проговорили, и можно догадаться по нашему рассказу, который был до этого. А сейчас мы рассмотрим варианты, когда у нас будет разворот осуществлять. Мы будем делать слово осуществлять, не получилось быстро проговорить, да? Поворот. Слушай. Разворот мы будем делать вне перекрестка. И давайте, наверное, чтобы не забыть, что мы это проговаривали, чтобы потом не возникало вопроса, давайте так и запишем. Разворот вне перекрестка. И, конечно же, как и на перекрестке, правила дорожного движения говорят, что разворот вне перекрестка мы выполняем с крайней левой полосы. Ну, тут ничего хитрого нет, потому что в момент разворота мы поймем, что нас никто не будет обгонять, да? Я надеюсь. Ну, надеюсь. Вот правильно. Ну, скажем, 50 на 50. У нас можно ожидать все, что хочешь. Уль, когда очень хик спешит, может и по встречке через две сплошных, ничего страшного. И по бордюру я видел какие-то... Время от времени просматриваю всякие ролики, которые касаются правил дорожного движения. И тут сразу же, как сказал... Это ведь ужастики. Да, ужастики. И сразу же хотелось рассказать о том случае, который я... Не случай, это тот пример, который боюсь, что могу забыть. Давайте так. Мы за городом, на трассе, собираемся делать левый поворот или разворот. И совет звучит так. До начала, как вы начнете уже разворачиваться, вы не поворачиваете руль влево. Вы оставляете руль на автомобиле прямо. Потому что, если в случае на трассе какой-то водитель не заметил и догонит вас сзади, при прямых колесах вы дальше полетите по своей полосе, а при вывернутых колесах вы улетите под встречную фуру. Игорь Борисович. Что-то я пропустил. Давайте еще раз для Игоря Борисовича. На трассе делаем левый поворот. Пока пропускаем встречку, руль держим прямо. Это связано с безопасностью в случае, если кто-то все-таки догонит сзади. Ну, я бы сказал вот так. Ребята, это, конечно, хороший пример. Но, знаете, как я скажу честно, когда вы хотите развернуться на трассе, постарайтесь ехать в левом ряду ровно столько, сколько есть встречных машин. Как только встречность заканчивается, вот перед тем, как они будут заканчиваться, вы едьте уже с включенным поворотом. Задние уже привыкли, что у вас он включен. Как только они заканчиваются в это время, вы все равно уже будете снижать скорость свою. Все равно вы ее снизите. Как только встречка закончилась, вы все равно будете разворачивать. Чтобы не останавливаться, потому что левый ряд, скоростной ряд на трассе, это там, где тебя всегда кто-нибудь догонит. Ну, а в моем примере это был левый поворот. Не разворот, а в примере моем левый поворот. А тем более поворот. Живут, когда заранее, что видишь, да и все. Это будет правильно. Почему же кто-то не заметил? Да, давайте, как будто бы мы разворачиваемся с крайней левой полосы. Кого мы должны пропускать? Возьмем самое больше насыщенное, что у нас есть и трамваи, и автомобили. Давайте запишем так. Разворот вне перекрестка. Кого мы должны пропустить? И поэтому сразу же у вас появится списочек тех транспортных средств, которые мы пропускаем. Значит, мы пропускаем. Попутный трамвай. На самом деле, бывают случаи, когда мы вообще разворот должны выполнять с трамвайных рельс. Но при выполнении разворота с трамвайных рельс, у нас правила дорожного движения говорят, что не мешать трамваю, чтобы не препятствовать. Да, не препятствовать. Поэтому мы в наш списочек добавили попутный трамвай, встречный трамвай и встречные транспортные средства. Бывает, на дороге разворачиваться не легковушечка, а, допустим, большая фура. Фура, это я специально так озвучил, чтобы легче себе было представить ситуацию. И если она будет делать разворот с крайней левой полосы, то у нее, как говорят водители, за один заход... Да, на разворот уйдет полдня, короче. Да, за один заход машина не сможет... Машин пять разбитых. Да, на один... На разворот одного захода не хватит, он будет вперед-назад, что это все будет намного дольше и соберет кучу автомобилей. Соберет, я надеюсь, не АДТП идет. Ну, я немножечко это самое дополню. Ну, во-первых, мы по поводу трамваев объяснили случай, когда у нас дорога имеет две полосы в каждом направлении с трамвайными путями посередине. Там, где мы выполняем разворот не с трамвайных путей. Или поворот налево, где мы выполняем не с трамвайных путей. Теперь по поводу фуры. Да, действительно, правила дорожного движения говорят, что да, действительно, разрешается отступить от правил дорожного движения, если длинномерно транспортно-стрица, не может выполнить разворот слева крайнего ряда. Тогда эта транспортно-стрица может выполнить разворот, либо же поворот налево справа крайнего ряда. При этом она может прибегнуть, человек, управляющий этой формы, может прибегнуть с помощью других лиц, чтобы кто-то из водителей, остановившихся, просто поруководил его поворотом, либо же разворотом. Это чтобы как бы чуть-чуть быстрее. А вот он сейчас скажет, как это красиво записать. Все, давайте тогда вот так вот. Это запишем как разворот фуры, да, как исключение. То есть правило требует всегда крайне левое, но если вдруг другим способом никак, все-таки есть исключение. Как и в любом нашем законе. И записываем. Исключение, что у нас разрешен разворот с других полос. И давайте, кто у нас добавился, кого еще дополнительно мы должны пропускать при развороте с других полос. И соответственно, тут у нас добавляется еще к нашему общему списку. Сейчас весь списочек одновременно появится. Но стартуем, да. Мы с того, что еще и попутные транспортные средства, которые движутся слева от нас. Берег. А здесь повторение, но это, когда мы осуществляем разворот при исключении. И снова мы весь списочек перечислили. Так. Это мы разобрали. Теперь давайте перейдем к следующему. Еще одному случаю, да. У нас правые или левые повороты, развороты на передачу. Перекрест. И как мы, какие ряды занимаем, мы уже про это проговорили. А теперь вопрос, когда мы уже выполняем этот поворот или разворот, что от нас требует правило дорожного движения, когда мы покидаем перекресток ЧК. А точнее, если сказать, в каком ряду мы должны оказаться, что у нас по этому поводу говорят правила дорожного движения. И первый пунктик, который, это после проезда перекрестка мы не должны оказаться на встречной полосе. То есть, я надеюсь, тут вопросов вообще нет. Поворот, делая поворот, нужно делать угол поворота, а не срезать этот угол. Вот. Вот это он хотел сказать. Чтобы не было потом оправдываем. Да, просто если это радиус поворота, то выполнять радиус поворота, но не срезать этот поворот. Дальше. Значит, это наше первое правило. Сделав поворот, нужно не оказаться на встречке, когда покидаем перекресток. Напоминаю, граница перекрестка начала закругления бордюрного камня. А правый поворот, при выполнении правого поворота, держаться как можно ближе к бордюру. Но не так, чтобы ехать по бордюру, а просто ближе к правому бордюрчику держаться. Вот. То есть, упрощаем. При правом повороте мы должны попасть в один, у нас, правило говорят, в правый ряд. Или можно также сказать, как можно ближе к правому бордюру, если рядов там нет. А левый поворот у нас можно попадать в любые ряды. Левый поворот, при повороте налево, правило движения говорят, что при повороте налево, вы должны занять правую крайнюю полосу. Если она занята, то вторую, либо третью. То есть, практически любую. Почему разрешили в любую? Потому что левый поворот сделать очень сложно. И, как правило, чтобы быстрее потом разгрузить перекресток. Глава не повстречу. Да. Глава не повстречу. Чтобы быстрее водители, которые выехали на перекресток и стояли с левым поворотом, им уже разрешили, ребята, давайте во все ряды заскакуйте, побыстрее уезжайте с перекрестка. Не стойте. Не стойте. Не портите картинку. Так. Ну и дальше. Давайте все-таки вспомним, что... Нет, сейчас еще я хотел бы добавить. Вот есть у нас разворот. Тут, смотрите, разворот, это как будет получаться, да? Ну, да, там на карте ляжут. Да, фура, не фура. Как бы правило дорожного движения не стали конкретно расписывать каждый вариантик. И прописали так. Самое главное, ребята, вы должны оказаться на своей половине дороги. Да, разворачивайся. Ну, пожалуйста, не по той же полосе, по которой ты приехал сюда. Так, ну и вот такие вещи. Давай уже расскажем, где запрещен разворот. Да. Что ты тянешь, и тянешь. Вот такие вещи, применю слово Игоря Борисовича, исполнять у нас все-таки есть в местах, где запрещено. Кстати, даже почему некоторые так исполняют. Разворачиваются, а руль не успевают. Вы говорите, ну, потому что пацан решил тусануться. Там девочка рядом сидела. Он при развороте вывернул руль резко влево, думал, что так с разворотом, с заносиком. А получилось хорошо. Он потом по той же паусе, в которой ехал, в ту же полосу и вернулся. Ну, правда, мы потом быстренько ушел, потому что там встреча налетела быстро лоб в лоб. Так, и поехали по списочке у нас, по порядку, разворот запрещен. И первое, я думаю, самое опасное вообще по правилам дорожного движения место на дороге, это ЖД-переезд. Потому что поезд ни капли не подчиняется правилам дорожного движения. Игорь Борисович, движение поездовое и правила дорожного движения, по-моему, не связаны никак. Там всегда присутствует принцип поезд всегда прав. Да. С ним не надо спать. Ну, по-моему, сказать, там тоже русский сидит. Поэтому с ним можно поиграть в игру. Задавит, не задавит. Так, следующее по опасности, это у нас на втором месяце, читайте внимательно книжечку, это мосты, эстакады, путепроводы. И хочу сделать особенный акцент, что подними. Вот правила, билеты, которые вы будете проходить, будут ловить. Есть слово подними или нет? Вот на это акцентирую внимание. В туннеле. Да, следующее, где запрещен у нас разворот, правильно сказал Георгий Борисович, это в туннеле. У меня принцип такой, что, во-первых, в туннелях могут находиться еще поддерживающие столбы по центру. Ну, во-первых, там просто места не хватит. Ну, послушай, не забивай голову, люди знают, что такое туннель. Туннель – это большая нора, в норе нельзя разворачивать все. Норму можно только раз и проехать. Так, далее. При видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении, обязательно, ни в коем случае нельзя. На пешеходных переходах, пешеходные переходы – это все-таки, давай так, давай так сразу запрещаемся. Пешеходный переход – это все-таки заповедник. В заповеднике людей валить нельзя. Все. Не ближе 10 метров с обеих сторон разворот запрещается конкретно. Хотелось бы добавить про видимость менее 100 метров. Да. Это правило действует только за пределами населенного. А, ну да, естественно. Поэтому давайте добавим вот сюда текст такой небольшой к четвертому разделу. Это в населенных, ой, вне населенных пунктов. Вне населенных пунктов. Потому что в городе длина улиц бывает, что вообще вся улица 100 метров, да, стоишь на ней посередине. Нормально, 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 да. Вот. Это мы добавили просто, потому что действительно в городе так это не получается. Да. Так, по поводу пешеходных переходов, я думаю, все поняли, что да, валить людей в заповеднике нельзя. Исключение перекресток. Что у нас происходит? Мы подъезжаем в перекресток, у нас что? У нас впереди зебра. И мы, это самое, а у нас знак уступит дорогу, и мы должны подъехать и пропустить транспортный сад, движущийся по пересекаемой дороге. Поэтому у нас осталось в саперах, там ведь мы уже остановились на зебре, потому что пешеходов не было. И вот эта остановка уже не считается, что мы нарушили правила дорожного движения. Вот это единственное. Давайте, наверное, так запишем, что у нас на пешеходных переходах запрещен разворот плюс-минус 10 метров в обе стороны. Как на нем, так и плюс-минус 10 метров. И исключение это перекресток. Я надеюсь, вы часто видели, как машина вокруг островка безопасности разворачивается. Знакомая ситуация. Если это перекресток, там можно. Следующее место, где запретили, это там, где вообще все как сумасшедшие мотаются на очень высоких скоростях. Ну почему как сумасшедшие? Нормальные люди, разрешено 130. Это ты так не ездишь. Не машину тебя так не ездят. Так, поэтому мы сразу давайте запишем, тоже разделим по цифрам. Автомагистраль. Да, это автомагистраль и... Дорога для автомобилей. И дорога для автомобилей. На автомагистрали есть у нас такие штучки, кусочки асфальта между встречкой и нами, проложены. Это называется технологические разрывы. Вот там правила дорожного движения запрещают нам туда въезжать, о чем мы можем только въезжать, наверное, только для разворота. Да, для разворота. Да, вот... Это некоторые еще используют для остановочки. Перегрузок, кофейка, попить. Местами вот эти поменяй. Вот это и седьмой. Да. Вот. Технологические разрывы служат для того, чтобы дорожные службы оставляли там свою технику. Только так. Так, ну что, дальше, что там у тебя? Смотрим. Движение задним ходом еще. Ох, ема-ема. Смотрите, еще ситуация такая, что у нас на дорогах за городом в основном, где мотаются автомобили с высокой скоростью, чтобы не задерживать поток автомобилей перед поворотами или поворотами, выездами из таких поворотов, у нас появляется дополнительно на дороге еще одна полоса, на которой люди заезжают, только там начинают снижать... Полоса гормошения и полоса разгона. Да, снижать скорость. А если продолжение этой полосы за таким поворотиком меняет название, и эта полоса начинает называться уже полоса разгона. По ней водитель, выехав со второстепенной дороги, разгоняется до скорости потока и вливается, да, вот так вот слово такое написано, вливается. Поэтому мы... Сейчас скажем так, если есть полосы разгона и торможения, если есть полосы разгона и торможения, то водители обязательно обязаны ей пользоваться. Мы сейчас просто наберем текст. Сейчас... При наличии полосы... А, давайте, наверное... Запишем, наберем текст. Нет, Игорь Борисович, я предлагаю просто набрать текст. Сейчас, чтобы... При наличии полосы разгона и торможения... Помним, у нас одна и та же полоса, после поворотика меняет просто свое имя. Снижаем скорость и выполняем правый поворот, только находясь... На полосе торможения. На полосе торможения. Все. Теперь мы переходим... Что у нас? Движение задним ходом. Про движение задним ходом. Давайте так и запишем, чтобы не забыть. Движение задним ходом. Я хочу напомнить, что движение задним ходом у нас странным образом попало в раздел маневр. Поэтому отсюда можем сделать такое... Если вспомним, что приступая к маневру, убедись, что это будет безопасно. Поэтому давайте так уголочку вам закидим, такой небольшой. В случае ДТП всегда виноват тот, кто двигался задним ходом. Это такая пугалочка. Смотрите, пугалочка для вас, я считаю, она будет абсолютно полезной. И лишняя напоминалочка о том, что движение задним ходом – это очень ответственные маневры, к нему подходить ответственно. Ну а теперь запишем, когда запрещено движение задним ходом. Движение задним ходом запрещено. Инструкция для самоубийц. Пошла. Первое святое дело – это же до переезда. Все боятся поезда. Второе – мосты, эстакады, путепроводы. На мостах, путепроводах, эстакадах. Смотрите, вот тут, когда я проговорил мосты, эстакады, путепроводы, тут обращаю внимание, опять же касается билетов, что движение задним ходом можно. Будет под мостом. Разворачиваться под ними нельзя, а ехать задом можно. Да, нормальные пацаны не пропустят. Да, поэтому давайте добавим эту… Ага, уже добавилась эта добавочка. Следующее, где запрещено, это тоннели, ну и также решили запретить выезд из него. Четвертый пункт наш – это где задним ходом нельзя ехать, это пешеходные переходы. Как мы видим, пунктики пересекаются. Следующее, чтобы вы себе не сломали голову, как применять правила правой руки, чтобы мазьи остались на месте. Ну, помните, я сказал, что инструкция для самоубийц. Ну, вы же не такие, вы же нормальные, у вас у всех даже справки, и все я видел их там. Так, движение задним ходом у нас также запретили на перекрестках. Да. Следующее, где у нас запретили, очень пункты почти все повторяются, это автомагистраль и дороги для автомобиля. Ребята, о каком идет речь движение задним ходом, если мы потом будем изучать, что там даже медленно ездит запрещено. Конкретно к цифрам мы перейдем, когда будет соответствующая тема. Следующее, где решили нам запретить, это в местах, где ограничено обзорностью или видимостью, как поступать в таких случаях, если все-таки нужно задним ходом. Водители обычно выталкивают из кабины экспедитора и говорят, иди смотри, руководи, я подъезжаю. Да, они говорят, слушай, иди оттуда, быстренько посмотри, чтобы нас там не долбанули. Иди первым, если тебя там ничего страшного. То есть, мы можем сделать небольшой вывод, что в местах, где ограничена обзорность или видимость, мы можем двигаться задним ходом в случае, если у нас есть помощники. Жертва. Да. Жертва. Если хочешь, забавиться от тещи Игоря, иди давай, посмотри по команде. Такой пример, где мы выезжаем задним ходом в местах с ограниченной обзорностью, это, как правило, парковочки на дороге, где мы передом припарковались. А задом, да. Подберегает помощник, он называется парковщик. Тот, который денег у вас с вас берет. Да. И вы хотя бы радуетесь, ну, хоть понятно, за что деньги заплатил. Хоть поможет. Тот человек, которого бумаги. Так. И к вам, это самое, как обычно, вопросы по теме, господи, начало движения, изменение его направления. Есть? Есть ли есть? Пишем. Если же нет, то записываем домашнее задание. Давайте сейчас продиктуем его, запишем, а вы как раз в то время подумайте, если у вас вопросики, то сразу их закиньте нам сюда. Если же вопросиков нету, сейчас пока нету. Можно ли картингу с полцами разгонного торможения? У нас есть такая картинка? Да, у нас есть. Хорошо. Сейчас мы ее найдем. она у нас где-то в заготовочках. Это девятка, девятка, девятка ниже. Нет, девятки нету. Мы это да, вот. Увеличим до больших размеров. И вот нас интересует если получится увеличить или вырезать. Сейчас мы посмотрим. Нет, пользуется не получится. Увеличить получится. Вот она полоса торможения. А, тут нужно рассказать словами. У нас тут две колонки дороги. И мы посчитаем дороги. Раз, два, три, четыре. Четвертая дорога, она такая самая-самая, давайте обзовем широкая. У нас вот эта вот где стрелочка мы показываем, это полоса разгона. Ага, вот она уже появилась. Вот у вас есть вот мышечка, я показываю, это полоса разгона. То есть мы выехали. И вот она полоса торможения. То есть мы едем по дороге, если нам нужно свернуть, допустим, с этой дороги, мы должны съехать на полосу торможения, только на ней снизить скорость, для того, чтобы совершить этот планёк. И перевыезжая на такую дорогу, где имеется торможная полоса развода, мы разгоняемся по этой полосе и плавно вливаемся в транспортный поток. Значит, ребята, на рисунке они коротенькие, они маленькие. Реально, это 350-500 метров. Предостаточно для любого автомобиля, чтобы спокойно затормозить. Да. И спокойно разогнаться. То есть, в принципе, времени пренеприлично у вас будет много и расстояние большое, чтобы это всё сделать. Хочу обратить небольшой нюансик, что в правилах дорожного движения говорят, при наличии таких полос на дороге водители обязаны ими пользоваться. Вот так вот странно замаскировали ответ на билет, что водитель заранее не может покинуть полосу разгона. Вот, как-то вот так получилось интересно. Ну, кто-то решил поумничать. Да. А так всё в принципе. Хотя в жизни водители, как только увидели, куда можно перестроиться, сразу заранее начинают? Я думаю, просто водители никогда не затягивают такие разгоны. Обычно разогнал, там, да, смотришь, сравнялся с какой-то машиной, чуть пропустил за ней, встал и пошёл дальше. Не нравится, обогнал и подальше погнал. Ну, опередился. Ну, а для правильного ответа в билет мы траекторию выбираем, что едем до конца полосы разгона. Это для правильного ответа на билет. Так, ещё вопросик есть? Пока нет. Давайте всё-таки закинем сейчас домашнее задание. Сейчас текст и пункт номер 33. Всё-таки эти, этот пункт надо немножечко хотя бы прочитать. Ребята, это для вас, не для нас. Нам-то всё равно, мы-то знаем. За 20 лет уже можно было выучить всё, что угодно, а вот вам бы это было бы неплохо. Постарайтесь не лениться, а всё-таки прочесть. Это основные такие пункты хорошие. Ну, и води ЮА, как обычно. Билетики у нас. Вот. А вот ещё нам дали вопрос. Что делать, если при попытке выезда с полосы разумно, правая полоса занята другим тестом. Не разгоняться, пока не будут свободные полосы. Нет. Стараться, когда разгоняешься, посмотреть в зеркало, есть ли тебе куда уйти. Ну, и давайте... Ну, или же отрастить крылья. Игорь Борисович, я отвечу. Смотрите, что говорят правила дорожного движения, а точнее, не говорят, а это... Изучив их, чётко понимаешь. Если вы, разгоняясь по полосе торможения, поняли, влиться, не получалось. По полосе разгона, не по полосе торможения. Ой, по полосе разгона. Влиться не получилось. Что делать? Вы останавливаетесь на полосе разгона и дожидаетесь того момента, когда вы сможете ... Вновой попасть. Да, попасть в эту первую полосу. Тогда, к сожалению, придётся на ней остановиться. Ну, к сожалению, это для машин с механическими коробками передач. Это... Это... Всё, хорошо. Не удержался, не удержался. Думаю, когда же стык это самое? Ну, ладно. Хорошо, ребятки. Ну, если больше вопросиков говорит, тогда на сегодня всё. Я желаю вам спокойного, тихого вечера. Желательно не такого жаркого, как сегодняшний день. Спокойной, тихой ночи и тоже желательно не жарко. Может, дождь хоть пойдёт. Всем до свидания. Встречаемся в пятницу. Как обычно, как обычно, в это же время, в 6 часов. Мы вас ждём. До свидания. не забывайте вопросики готовить заранее, чтобы у нас была возможность их не в 18.00, только начинать читать, да? Игорь Борисович. Да. Чтобы саранее закидывать. Здесь раньше, если вы же заходите, картинка, логотип есть, всё, можно закидывать сразу же это самое. Ну, и ещё разочек до свидания всем. Всё. Да. Всего доброго. Удачи. До свидания.